И на этом же брифинге директор НАБУ сообщил еще одну новость. Против лидера радикальной партии Олега Ляшко возбудили производство по факту незаконного обогащения. Что заинтересовало детективов НАБУ? Подробнее в сюжете. НАБУ начало расследование против нардепа Олега Ляшко. Информацию об этом подтвердил и лично директор национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Главного радикала страны подозревают в незаконном обогащении. С антикоррупционной прокуратуры действительно надошла справа по незаконному обогащению. Главное, что надошла, я там не готов сказать, что там отбывается по этой справе. Только за последний год нардеп совместно со своей гражданской женой приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен. И это при том, что ни один из них не владеет бизнесом. К примеру, вот это имение площадью 550 квадратных метров в элитном поселке под Киевом Олег Ляшко приобрел в начале года. На вопрос, откуда у него такие деньги, тогда глава радикальной партии заявил, взял кредит. Хотя в декларации данных об этом займе нет. Вы будете смеяться, но согласно нашему законодательству, человек может получить в долг лет на 50, либо 100, например, 20 миллионов долларов. Это не будет считаться нарушением законодательства. А вот народный депутат Надежда Савченко говорит, что знает, откуда у Ляшко деньги. По ее словам, в Верховной Раде он и его однопартийцы активно торгуют голосами. Сама маленькая фракция за то, что каждый раз, за каждое принятие решения, за каждый закон она доит. Она видит, что это интерес, она видит, что кому-то это нужно. Она стоит в позу бля трибуны и ждет, пока ей заплатят. Ей заплатили, они пошли проголосовали. Жить на широкую ногу, отдыхать в теплых странах и снимать лучшие номера в престижных отелях – все это по душе Олегу Ляшко. Не так давно он вместе со своим заместителем в радикальной партии Юрием Сухиным полетел в Таиланд. По информации СМИ, только билеты главному радикалу и его спутнику обошлись суммой более 200 тысяч гривен. На вопрос, связано ли возбужденное дело с роскошным образом жизни Ляшко, директор НАБУ так и не ответил. Зато сам политик у себя в Фейсбуке уже заявил. Открытое производство – это политическое давление. По словам Ляшка, в телефонном разговоре с главой антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, последний его заверил. Это чистая формальность и в ближайшее время дело будет закрыто. Не сомневаются в этом и политологи. Мандат народного депутата дает все-таки индульгенцию во многих делах. Неприкосновенность, невозможно против тебя провести нормальное уголовное расследование и так далее. Поэтому я думаю, что там ничем не закончится. Мы были свидетелями очень многих громких обвинений в адрес тех или иных чиновников, депутатов и так далее, политиков. Но при этом ни одно дело пока что не доведено до конца. Сможет ли объяснить Олег Ляшко, откуда взял эти деньги, узнаем завтра. Его ждут на допрос в НАБУ в 11 утра. Олег Решетняк, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер.